Всем привет! С вами Ирина Якутенко. Я биолог и научный журналист. У себя на канале я рассказываю о том, как наука объясняет самые разные вещи в нашей жизни, помогая взглянуть на них под непривычным углом. И этот взгляд зачастую помогает сделать нашу жизнь лучше. Сегодня я записываю видео в необычных условиях, так как я далеко и от дома, и от студии, но на суть это не повлияет. А хочу я на примере кокосового масла показать вам типичный образчик ошибочного мышления и умозаключений относительно продуктов, которые якобы очень полезны для здоровья. Подчиняясь этому ошибочному мышлению, люди начинают с энтузиазмом употреблять подобные продукты в больших количествах, нередко не только не помогая, но нанося своему организму вред. Ровно так и произошло с кокосовым маслом. Если вы сегодня заглянете в секцию здорового питания любого большого магазина, вы почти наверняка встретите там кокосовое масло. Статьи в глянцевых журналах, блогеры, которые рассказывают о здоровье и стороннике всего натурального, активно промотируют кокосовое масло как очень полезную пищевую добавку, которая уменьшает воспаление, работает как антиоксидант, снижает риск болезни Альцгеймера, способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее. При этом, если исходить из всех тех знаний о воздействии пищевых жиров, которые у нас на сегодня есть, которые на сегодня накопила наука, то кокосовое масло должно быть однозначно вредным. Его употребление желательно по возможности исключить, ну или как минимум существенно сократить. Потому что, в отличие от большинства других растительных масел, кокосовое масло примерно на 90% состоит из так называемых насыщенных жирных кислот. Многочисленные эпидемиологические данные связывают употребление большого количества таких жирных кислот, таких жиров, с повышением риска сердечно-сосудистых проблем, которые, как вы наверняка знаете, являются главной причиной смерти людей во всем мире. Ни рак, ни ужасная химия, ни ГМО. Сердечно-сосудистые заболевания. В основном насыщенные жирные кислоты содержатся в жирах животного происхождения. Но так называемые тропические растительные жиры, к которым относятся кокосовое и, например, пальмовое масло, это исключение, потому что они содержат очень много насыщенных жирных кислот. Но если про вред пальмового масла не слышал, наверное, только винивой, это, в принципе, считается уже общим местом, то кокосовому приписывают множество чудодейственных свойств. Хотя в пальмовом масле при этом всего 50% насыщенных жирных кислот, а в кокосовом, напомню, 90%. Но, несмотря на это, кокосовое масло считается исключительно полезным. Причем не только среди обывателей. В 2016 году газета «Нью-Йорк Таймс» провела опрос среди своих читателей, узнав о них, какую еду они считают здоровой. Кокосовое масло назвали здоровым 72% обычных читателей и 37% нутрициологов. Описывая чудодейственные свойства кокосового масла, адепты его употребления обычно начинают с того, что да, в нем содержится много насыщенных жирных кислот, но зато в нем есть разные другие полезные вещества, которые приносят нам различные бенефиты для здоровья. Кроме того, это масло любят сторонники кето-диеты и желающие похудеть. Мол, оно содержит много так называемых среднецепочечных жирных кислот, которые не откладываются на боках, а сразу окисляются, работая исключительно как топливо, как энергия. В итоге огромное количество людей начали замещать кокосовым маслом не только жиры животного происхождения, но и растительные жиры. Ну а чего, раз это такой волшебный продукт, чего-то так и не сделать. При этом никаких убедительных научных доказательств пользы или хотя бы отсутствия вреда от кокосового масла не было. И вот теперь они появились. Некоторое время назад в журнале Circulation вышел большой подробный мета-обзор, авторы которого собрали вместе результаты 15 различных исследований, посвященных изучению вопроса о том, как кокосовое масло влияет на состояние здоровья. В своих видео я часто обращаю внимание зрителей на ускользающий от многих факт, что сегодня нам живется намного легче и комфортнее, чем когда-либо. Это касается в том числе и воспитания детей. Еще совсем недавно поход с ребенком в ресторан или длительная поездка нередко становились мучением, особенно когда кончались взятые с собой книжки и придуманные игры. Сегодня такой проблемы не существует. Даешь отпрыску в руки телефон, и его не видно и не слышно до конца поездки. Но у всего есть цена, и большинство родителей испытывают чувство вины из-за того, что их дети проводят в телефоне так много времени. Учитывая, что все вокруг в телефонах и сами родители в телефоне, идея просто не давать ребенку телефон не работает. Онлайн-школа программирования для детей Hello World предлагает win-win-вариант. Он не только сохранит нервы родителям и ребенку, но еще и поможет вашему сыну или дочери получить реально полезное хобби, которое, к тому же, очень легко может перерасти в востребованную профессию. На индивидуальных онлайн-занятиях дети от 7 до 17 лет научатся сами создавать компьютерные игры, причем первую игру они сделают уже на первом занятии, даже если никогда до этого не занимались программированием. Благодаря быстрым результатам и внимательному подходу к обучению, создание игр может оказаться для детей более увлекательным, чем пассивное потребление. Помимо игрового дизайна, в том числе на Roblox и Unity, Hello World предлагает курсы по созданию сайтов, разработке компьютерных программ на Python, графическому дизайну и созданию иллюстраций на Figma, а также общей компьютерной грамотности, которая поможет ребенку лучше и эффективнее учиться. Кроме того, преподаватели школы помогут освоить скорочтение и подготовиться к экзаменам по математике. Каждый студент сможет выбрать тот курс, который ему больше нравится, и заниматься в комфортном для себя темпе. Родители регулярно получают обратную связь от преподавателей и всегда знают, как дела у их ребенка. Запишитесь на вводный урок по ссылке в описании или по QR-коду на экране и получите скидку в 50%, набор Lego и 15% скидку на абонемент от 24 уроков. Подарите вашим детям успешный старт в будущее с Hello World! Итак, в журнале Circulation, наконец, вышел большой систематический мета-обзор исследований, посвященных воздействию кокосового масла на наше человеческое здоровье. Этот обзор прошел незамеченным у обычных журналистов. Но буквально на днях в другом авторитетном научном журнале, точнее, в гораздо более авторитетном научном журнале JAMA, вышла статья с разбором этого обзора. Потому что он очень убедительно показал, кокосовое масло не только не полезно, оно вредно, так как повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Риски серьезных проблем с сердцем при замене растительных жиров с высоким содержанием полиненасыщенных кислот на кокосовое масло возрастали на 6%, а риски смерти от проблем с сердцем и сосудами на 5,5%. И возрастание рисков происходило ровно по тому механизму, по которому оно и должно было происходить. Через повышение в крови уровня так называемых липопротеинов низкой плотности, которые часто называют плосим холестерином. Уровень липопротеинов низкой плотности возрастает при употреблении насыщенных жирных кислот. А так как кокосовое масло состоит из них чуть менее, чем полностью, неудивительно, что поступление большого количества этого продукта в организм приводит к повышению уровня плохого холестерина. Вполне очевидный результат. Но подождите, ведь сторонники употребления кокосового масла настаивают, что у него есть масса полезных свойств, которые компенсируют вред от большого количества насыщенных жирных кислот. В частности, адепты этого продукта утверждают, что кокосовое масло повышает не только плохой, но и хороший холестерин. И действительно, новый обзор подтвердил этот эффект, как и многие другие более ранние исследования. Кокосовое масло повышает уровень хорошего холестерина больше, чем, например, употребление моно- или даже полиненасыщенных жирных кислот, которые традиционно считаются полезными. И вот тут-то мы подходим к самому главному. Уже очень много лет мы знаем о связи. Высокий уровень липопротеинов низкой плотности или плохого холестерина коррелирует с повышением рисков сердечно-сосудистых проблем. Высокий уровень липопротеинов высокой плотности или же хорошего холестерина коррелирует со снижением таких рисков. Соответственно, считалось, что повышение хорошего холестерина – это хороший признак. Но в последние годы у нас появляется все больше доказательств, что это не так, и что исследования о связи чисто уровня хорошего холестерина и сердечно-сосудистого здоровья, то есть отдельно от других параметров, показывали нам корреляцию, но не каузацию. Иными словами, у людей, у которых в силу различных причин понижены риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень хорошего холестерина будет высоким. Но если мы будем пытаться искусственно повышать уровень хорошего холестерина у людей с высокими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, это приведет только к повышению уровня хорошего холестерина в крови, но не к снижению рисков сердечно-сосудистых проблем. В 2014 году еще в одном авторитетном медицинском журнале, на этот раз BMJ, вышел мета-анализ исследований о связи сердечно-сосудистых рисков с приемом препаратов, которые повышают уровень липопротеинов высокой плотности, то есть хорошего холестерина. В общей сложности в этих исследованиях ученые наблюдали более чем за сотни тысяч человек. И все эти исследования убедительно показали, повышение уровня хорошего холестерина за счет приема специальных препаратов, нацеленных на это, не приводит к снижению рисков проблем с сердцем и сосудами, в том числе и спиртельных проблем. А в исследовании, которое вышло в 2012 году в журнале Lancet, было выявлено, что у людей, у которых в силу различных генетических особенностей был повышен уровень хорошего холестерина, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний не снижены. Иначе говоря, высокий уровень липопротеинов высокой плотности, то есть хорошего холестерина, это лишь маркер, указывающий на низкие риски проблем с сердцем и сосудами у людей, у которых по разным причинам снижены факторы риска этих проблем. Ну, например, они в целом много двигаются и придерживаются здоровой диеты. Искусственное же повышение уровня хорошего холестерина в крови не приводит к уменьшению рисков. Можно привести такую аналогию, хотя она и не до конца точна. Когда мы смотрим по телевизору выступления лучших бегунов планеты, мы замечаем, что все они носят классные беговые кроссовки нескольких фирм. Но если обычный человек пойдет в магазин и купит себе точно такие же кроссовки, он не начнет от этого так же хорошо бегать, как бегают лучшие бегуны. Кроссовки – только маркер хорошего бегуна, но не причина его спортивных успехов. Соответственно, хотя кокосовое масло и повышает уровень хорошего холестерина в крови, одновременно за счет гигантского содержания насыщенных жирных кислот оно существенно повышает и уровень плохого холестерина. А вот тут причинно-следственная связь установлена точно. Повышение уровня липопротеинов низкой плотности или же плохого холестерина ведет к проблемам с сердцем и сосудами. Новый обзор развенчивает и похудательный эффект кокосового масла. Напомню, среди его любителей бытует мнение, что так как в кокосовом масле много среднецепочечных насыщенных жирных кислот, которые в основном напрямую используются как источник энергии, а не откладываются и не служат источником для синтеза холестерина, то, поедая в больших количествах кокосовое масло, мы можем не опасаться, что увидим на весах неприятные цифры. Но проблема в том, что примерно половину всех жирных кислот кокосового масла составляет так называемая лауриновая кислота, которая, хотя формально и является среднецепочечной жирной кислотой, метаболизируется примерно так же, как длинноцепочечные жирные кислоты, то есть идет на формирование жировых запасов и синтез холестерина. Но подождите, скажут мне адепты кокосового масла. Все эти данные – это выхолощенные и усредненные результаты наблюдений. Но у нас есть куда более убедительные доказательства пользы кокосового масла. Посмотрите на народы, которые в силу исторических причин получают значительную часть всей энергии из кокосов. Например, коренные жители атоллов Пука-Пука и Токилау в Тихом океане, у которых кокосы дают 34,63% всей энергии. Среди этих народов сердечно-сосудистые заболевания встречаются намного реже, чем среди людей, в диете которых кокосовое масло отсутствует, ну или его очень мало. Более того, когда обитатели Токилау переезжают в Новую Зеландию, которая управляет территорией этих атоллов, их риски сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастают, хотя при этом потребление насыщенных жирных кислот снижается, так как они начинают есть меньше кокосов. Сейчас я отвечу на это возражение, но перед этим хочу традиционно призвать вас поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, написать мне в комментариях, о чем еще вы хотели бы услышать, подписаться на мой канал и, конечно же, становиться спонсором моего канала на Ютубе или на платформах Бусти и Патреон. В нынешние тяжелые времена ваша финансовая поддержка особенно важна для моего независимого канала. Итак, как же нам быть с тем фактом, что некоторые народы, населяющие Тихоокеанские атоллы, которые потребляют огромное количество кокосов, намного реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний? Этот аргумент – характерный пример еще одного вида ошибочного мышления. Точно такие же аргументы и точно такие же ошибки мышления демонстрируют, например, поборники всевозможных палеодиет. Да, у коренных народов Тихоокеанских атоллов снижен риск сердечно-сосудистых проблем. И да, они едят много кокосов. Но помимо высокого содержания кокосового масла, их диета радикально отличается от той, которой придерживаемся мы тут, на Западе. Эти люди практически не едят процессированных продуктов, белого сахара, трансжиров и так далее. Зато они едят очень много рыбы, например, которая на Западе представлена гораздо меньше. То есть тут примерно как в случае с высоким содержанием хорошего холестерина или классными беговыми кроссовками. Большое количество кокосового масла в диете – это лишь маркер, указывающий на в целом более здоровую диету. Диета этих людей в целом капитально отличается от типично западной диеты в более здоровую сторону. Точно так же, кстати, как и образ жизни этих людей. Они много двигаются, они сидят целыми днями перед мониторами. И эти два факта, по всей видимости, перевешивают вред от высокого содержания насыщенных жирных кислот в кокосовом масле. В общем, как это обычно и бывает, очередная волшебная таблетка, ну или в данном случае пищевая добавка, оказалась лишь наша иллюзия того, что легкие решения существуют. Человеческий организм – это сложная система. А сложные системы не чинятся каким-то одним простым воздействием. Что самое интересное, мы все прекрасно знаем, как радикально снизить риски развития сердечно-сосудистых, да и вообще всех прочих, многих прочих проблем со здоровьем. И народы Токилау и Пука-Пука в очередной раз доказывают эту простую истину. Больше двигайтесь, избегайте чрезмерно процессированной еды и слишком большого количества красного мяса, в принципе, ешьте умеренно, высыпаетесь, или на много, на десятки процентов, снизите ваши риски преждевременно умереть от проблем с сердцем и сосудами. Но внедрить все эти изменения очень трудно. Это означает очень существенно изменить наш привычный и комфортный образ жизни, выделить время для занятий физической активностью, отказаться от вкусной еды, научиться работать эффективнее для того, чтобы по ночам спать 8 часов, а, кстати, не смотреть в это время интересные сериалы, от которых тоже им придется отказаться ради сна. Но такое способны очень немногие. Большинство же продолжает покупать различные пищевые добавки, витамины, менять одно масло на другое и верить всем тем, кто щедро раздает обещания, что какие-нибудь простые и несложные действия чудесным образом повысят наши шансы жить долго и здорово. Результат, увы, предсказать несложно. На этом все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok